Всем привет дорогие мои друзья! Я снова рад вас видеть на своем канале и в этом видеоролике я вам покажу свою акватеплицу и бассейн спустя месяц. Сейчас получается начало августа, ясный теплый денечек и растения в теплице уже раскрылись, на ночи они обычно закрываются и сейчас отлично их будет видно при ярком теплом летнем солнце. Как видите теплица полностью закрыта, никак было месяц назад, она была наполовину открыта, все я подлатал, правда несколько раз кошки залезали на нее и рвали пленку на крышу, даже здесь была огромная дыра справа, но я все латаю ежедневно, вон видно там сколько скотч уже намотал и как видите очень в теплице влажно, очень жарко и вот если потрясти то видно сколько тут конденсата образуется. Ну ладно хватит трясти пленку, нужно ее открывать и смотреть что же там выросло за эти 30 дней. Ну что ж торжественный момент открываем теплицу, обрезаю пленку справа, обрезаю пленку слева и вот что нам открывается. Сейчас только вот эту вот пленку надо убрать, туда вот закинуть и сейчас наверное буду крупным планом отдельно кадры снимать, потому что здесь даже глазу не за что зацепиться, везде все зеленое, везде вон там ковер из людвиги, бакопы, других растений. Так что сейчас немного пленку поправлю, наверное даже залезу аккуратно в теплицу и начну все снимать крупным планом. Все таки решил открыть и вторую половину теплицы и вот такая вот красота мне сейчас открылась. Действительно все очень сильно разрослось за этот месяц и сейчас аккуратно куда-нибудь я внутрь залезу. Залез в теплицу и под моими ногами оказалась аммания бонца и сажал 3 веточки месяц назад, а здесь уже наверное веточек 60 длиной по 3-4 сантиметра каждые. Далее у нас идет лимонник, сажал также 3 веточки, а здесь уже наверное веточек 20 длиной сантиметров по 5 или 10. Также есть сырники, но сырники я сейчас вырву, тут крапива растет и какие другие сырники даже цветут. Далее у нас есть тут Людвигия Рубин, ее очень много. Есть также Бакопа Манье, вот эти вот жирные толстые ветки это как раз Бакопа Манье. А вот это Бакопа Каролинская, она также цветет, сейчас туда аккуратно подлезу и покажу вам цветки покрупнее. Вот могу еще раз показать крупным планом Бакопа Манье, вот такие вот шикарные крупные веточки. Ну а вот Бакопа Каролинская, она тут даже засвела вот такие вот шикарные белые цветки, видны по всему этому кругу. Далее у нас идет Людвигия Рубин, Людвигия Болотная там же, но туда мне просто не подлезть, теплица слишком маленькая для меня. Для растений-то она огромная. Вот Болотная Людвигия, вот там Супер-Ред, там и Химиантус Микронтемодис и Гидрокатила Трипартита. Давайте сейчас тогда вылезу из теплицы и как-то постараюсь так изогнуться, что также вблизи показать уже те растения в дальнем углу. Вот могу вам показать крупным планом Гидрокатилу Трипартиту, она особо здесь не разрослась за месяц. А вот Химиантус Микронтемодис разросся. Здесь, правда, и Людвигия Рубин уже оказалась, и вот Бакупа Манье также сюда приползла. Ну и также есть вот такой вот шикарный кустик Химиантус Микронтемодиса. Он у меня в сентябре отправится уже либо в аквариум, либо снова создам красивый полиудариум. Совсем забыли с вами про сетняк, а он растет у нас вот где-то в этом месте. Я думаю, его отлично видно, эти маленькие иголочки, однако он особо не разросся, может быть, раза в полтора только. В общем, здесь сетнягу не нравится, все из-за вот этой вот Людвигии Рубин и Людвигии Болотной, которая здесь снова все собой заполонила. Я думаю, не стоит вам третий год подряд показывать крупным планом Людвигию Рубин и Людвигию Болотную. Но вы ее сами прекрасно видите, вот Людвигия Рубин, вот Болотная Людвигия, ну и вот Новая Людвигия. Это Людвигия Супер, она здесь растет первый год, но и не особо она здесь как-то выросла. Так, чуть-чуть веточки, конечно, подросли, но думал, она будет расти побыстрее, чем вот другие Людвигии. Вот такая вот теплица, а сейчас я ее открыл не просто так, не просто, чтобы вам показать растение, а чтобы еще и прополоть аквариумное растение от обычных сорняков, которые и около теплицы растут. И в теплице, еще раз повторюсь, вон там какая-то трава вымыхала. Поэтому сейчас быстренько залезаю опять в теплицу и начинаю уже пропалывать ее от сорняков. Вот залез в теплицу и теперь буду вырывать все вот эти вот сорняки. Конечно, это все трудно делать, но вот уже такой большой куст обычной травы газонной я убрал. И сейчас потихонечку и крапиву, и вот те тоже травинки буду убирать. Это, конечно, дело не быстро, потрачу на это время, наверное, минут 15, может быть даже 20 потрачу. Но все равно я уберу эти сорняки, а то к сентябрю здесь будут не аквариумные растения, а вот такие вот обычные сорняки, обычная газонная трава. Сейчас это все быстро сделаю. Опять залез сюда воду, покажу, как я эту теплицу орошаю, и тогда снова ее буду уже закрывать. Убрал все сорняки из теплицы буквально за 3 минуты, и теперь беру шланг и начинаю делать тропический ливень. Вот так вот распыляю. Сначала стенки нужно освежить, потом внутри стенки также пролить. И начинаю уже делать тропический дождь. И сейчас, как только пролю хорошенько теплицу, сразу же эту крышу я опять размотаю, и начну опять уже эту крышу восстанавливать, укреплять, чтобы его ливнем снова не прогнуло, эту всю массу пленки, и чтобы потом опять мне эту крышу не чинить. Так что сейчас заканчиваю освежающий душ, и начинаю вам уже показывать бассейн с 500 гуппи. И вот так изменился мой бассейн с 500 гуппи за месяц. Во-первых, уровень воды поднялся, где-то сантиметров, наверное, на 20. Когда я снимал предыдущий ролик про бассейн, то здесь воды было максимум сантиметров 10, а сейчас где-то 30, а где-то даже и 40. Но все равно, видите, бассейн я криво поставил, то есть здесь вот воды больше, чем слева. Поэтому мне придется бассейн этот вскоре убирать, и снова вот эту вот площадку ровнять, и выравнивать все прям в уровень, чтобы и здесь было 40 сантиметров воды, и слева тоже. Но все равно, как видите, воды много, где-то, наверное, полтонны, но все равно воды не хватает, так как я каждый день этой водой поливаю теплицу. Где-то каждый день по литру в 10 или 15 воды отсюда уходит. А доливать я не всегда успеваю, и не всегда я про это вспоминаю. Также посмотрите на качество воды. Качество воды ужасающее. Точнее, не то, что качество воды, а качество дна. Оно полностью все позеленело, позеленились стенки. Но вода, как видите, более-менее прозрачная. И вот сейчас, если постучать по борту бассейна, то вот, видите, собирается стайка из гупачков. Видно, сколько тут крупных самочек, сколько крупных самцов. Все яркие, вот видно, гупи кобра. Вот-вот самец, попал даже два самца. Много малька я уже видел в растениях. Кстати, растения здесь не так уж и хорошо растут, как рыбки. Почему-то начали некоторые растения гнить. Он на дне, видно, темные пятна. Это полностью гнилые растения. Здесь себя нормально чувствует только роголистник. Его я уже наполовину отнес в пруд. Там он мне нужнее, чем в бассейне. Также, как видите, я сюда поставил аэролифт, потому что вода была ужасно мутной. И три раза в день я его чищу. И три раза в день вода в тазике после чистки зеленая. Вот такой вот бассейн. Сейчас давайте принесу корм. И покорну с вами полтысячи гупи. Вот корм уже на блюдечке. А точнее, на крышечке от тех же самых хлопьев. И давайте их высыпем. Правда, ветер опять задул. И половина корма просыпалась на землю. Но все равно, вот видите, корм потихоньку распространяется сам по себе по поверхности. И вот видно уже, потихонечку гупи собирают корм. Конечно, бывает так, что утром вода слишком холодная. Где-то градусов, наверное, 20 или 21. Естественно, рыбки себя чувствуют не очень. Они такие медлительные, сразу сонные становятся. И не сразу чувствуют запах хлопьев или мотыля. Кстати, мотыль у меня сегодня закончился. Поэтому показываю вам, как кормлю рыбок хлопьями, а не заморозкой. Вот так, в принципе, здесь по температуре все нормально. Ниже 20 не опускается температура. Днем где-то здесь 25-26. Вечером где-то 22. Утром ранее максимум поднималось как-то до 25. Но это утром прям самое жаркое утро. А опускалось минимум до 20 градусов. Меньше 20 нет. Вот здесь, еще раз повторюсь, много малька. Но, к сожалению, его не видно из того, что здесь вот растения. Здесь вот наяда и лады. Все перепуталось. Все запуталось между собой. Даже не поймешь, где что. И здесь, кстати, где-то плавают шиповки. Для аквариума с речными рюками плавают также налимчики. И вроде бы здесь один еж. Если я, конечно, правильно помню все. Потому что уже забываю, где что лежит. То здесь вроде бы роголистник лежал. Теперь его меньше стало на ногу. Когда в пурт отнес, думал, мало отнес. В итоге здесь роголистник остался буквально, по-моему, 2 или 3 ветки. Вот там вот и лады лежит. Вот на самом деле растениям здесь, еще раз повторюсь, не очень. Зато рыбкам нравится. Они растут, поедают корм. Поэтому не зря я все-таки купил бассейн. Потому что если бы не было его бассейна, то я просто бы не знаю, куда бы дел полтысячи губ. А так вот они месяц прожили в бассейне. В огромном объеме. Подросты мальки здесь также выросли. И, кстати, есть один плюс. Потому что здесь вода была чуть прохладнее, чем в аквариумах. То есть, если у меня в аквариумах 27, то здесь где-то в среднем 22-23 градуса. Есть в этом плюс. Плюс в том, что здесь теперь будет от холодной воды рождаться больше самцов, чем самок. Все-таки самцов-то покупают намного чаще, чем самок. Поэтому очень хорошо, что здесь те мальки, которые родились в бассейне, будут на 100% либо на 80% с самцами. Это вот единственный плюс бассейна с такой вот негорячей водой. А в аквариумах она прям чуть ли не закипала. Вот такой вот бассейн. Показал вам в этом ролике и бассейн, и покормил рыбок. Они, кстати, уже за 3 минуты все съели. И показывал вам акватеплицу. Ее я сейчас закрою окончательно все щели. И буду уже прокладывать капельный полив, чтобы растения до сентября дожили. В середине сентября я приеду, и оттуда уже буду растения убирать на продажу. Но рыбок я буду собирать, наверное, завтра или послезавтра. И тогда мы уже уедем в Москву. Так что, кто по какой-то причине до сих пор не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok